Мониторинговая группа предупреждает горожан об опасности распространения коронавируса. Члены группы раздают памятки, проводят профилактическую беседу. Однако нашлись и те, кто не только не носит маску в общественных местах, но и отказывается верить в существование болезни. На предупреждение отвечают, мол, маски нужны лишь для больных. Подробнее в следующем сюжете. Желание погулять с друзьями и детьми в субботний вечер посещает, пожалуй, каждого из нас. Неплохие условия для этого созданы в парке матери и ребенка, расположенного в 12-м микрорайоне. Так как в парке скапливается много людей, мониторинговая группа здесь провела рейд совместно с участковыми инспекторами. Отметим, что цель данного мероприятия не наказывать, а предупреждать. С нашей стороны только разъяснительные беседы. В случае выявления функционирования ресторанов или же кафе, магазинов, мы собираем материалы, передаем санэпидемстанцию. И все. Члены мониторинговой группы подходили к каждому отдыхающему и раздавали памятки. Проводили разъяснительную работу. Большинство поддерживало меры безопасности по нераспространению болезней. Однако нашлись и те, кто открыто заявлял, что маски нужны лишь больным. Мы не верим в то, что маски спасет. Но, знаете, вот верить, не верить, это уже совсем другое. Раз, есть. Если носить маски, надо в закрытых помещениях, или когда человек больной. И посмотрите, здесь тоже народу очень много. Мы ни с кем не контактируем, гуляем. Почему забыла в носку? Я тоже. Потому что я на свежем воздухе. Подобные разъяснительные работы только в этом парке проводятся уже на протяжении нескольких дней. Как говорят члены комиссии, они понимают, как тяжело сидеть дома в летние дни. И тем более держать детей в заперти. Но в то же время предупреждают, что соблюдение всех санитарных норм входит сейчас в обязательный порядок любых выходов из дома. Многие люди, конечно же, относятся и с пониманием. Многие слушают. Многие тут же начинают одевать маски. Но есть и такие, которые говорят, что это неправда. Вы сами верите в это. Или там это все придумано. И так далее. Но разъяснительная работа будет вестись. И дальше раздаются памятки. Я думаю, что даже если они и не послушают сейчас, может быть придут домой, почитают и все-таки примут меры. Члены мониторинговой группы отмечают, что такие рейды дают свои плоды. Например, в парке детям продавали мороженое без соблюдения санитарных норм. О чем сразу оповестили Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг. На следующий день лавку прикрыли.